Доброго здоровья, дорогие друзья, братья-армяне. В основном к вам это обращение, ну и ко всем любопытным. Я выложу свою статью новую на архив.орг, на Конт.ВС. И она на днях выйдет в одном из модных журналов, научных. Она называется «Пьер Довити об армянах». Пьер Довити – это известный человек в 17 веке. Он издал свой огромный труд, это практически описание всего-всего-всего известного мира. Наверняка основана эта книга не только на его, естественно, исследованиях, а на документах, на исследованиях его современников. Нам она очень интересна, поскольку он пишет непосредственно об армянах, и мы можем узнать, что знали в его время, то есть на рубеже 16-18 веков, европейцы об армянах. Я понимаю, что поскольку статья в открытом доступе, вы можете сами познакомиться, но она, во-первых, большая, во-вторых, там очень мало комментариев, пояснений простым языком, документы. Я вообще стараюсь комментировать в своих работах, в текстах, как можно меньше, предоставляя делать выводы читателю самому. Поэтому я решил, что не помешает видео, в котором я буду объяснять не всю статью, она довольно большая, тут около 30 страниц, очень много примечаний, все это читать довольно утомительно. А я попробую некоторые фрагменты этой статьи осветить, главные, и начну со следующего. Значит, первое. Почему нужно изучать европейских авторов, изучая древнюю историю? Или историю древнего мира, слово «древнее» везде в кавычках, везде. Поскольку это отдельная тема. Их необходимо изучать, потому что абсолютно все древние тексты дошли до нас благодаря трудам европейцев. Благодаря тому, что они их собрали, составили кодексы, списки, нашли наилучшие чтения, выбрали, сложили, добавили от себя, очень много, конъюнктурным методом, то есть они из головы додумывали много лакун, поскольку пустот было в этих текстах, в манускриптах. Поэтому тут надо понимать, что это не просто кто-то когда-то написал и в таком виде до нас дошло. Нет, эти тексты, если они и древние, прошли через сумасшедшее количество фильтров всевозможных и как дошли до нас, так и дошли. Но европейцы, именно они все это собрали и нам преподнесли. То есть мы знаем обо всей древней истории, благодаря трудам европейцев, возможно, их литературному дару. Это совершенно не исключено. Пьерда Витти – один из очень важных людей, поскольку это был образованный человек своего времени, это был дворянин, он был там при Королевском дворе, и до XVI века включительно все тексты были написаны на латыни подобные, книги издавались на латыни, а вот уже начиная со второй половины XVI века и XVII век, эта вся литература была, издавалась уже на французском языке. Он стал главным языком Европы. Ну и начнем вот с чего. Я утверждал в своей книге Исраилу Ри. Вообще, почему статья была написана? Много вопросов здесь освещается, много здесь документов, переведенных с французского языка, и я поясняю и привожу аргументы в пользу тех утверждений, которые я сделал в своей книге Исраилу Ри Ларис Пандора. Вот вышла первая часть, и для того, чтобы начать правильно понимать вторую часть, нам нужно понять, что в Европе армянскую историю, так как знаем ее мы, начали узнавать только в XIX веке. Никто о ней ничего не знал, включая ту историю, которую, как мы ее сегодня знаем, знали до XIX века совершенно другое. И мы будем с этим знакомиться. Это очень длительный процесс, документов много. Вся история армян совершенно другая, не такая, какой мы ее знаем. Сегодня я с вами, поэтому длительный процесс, тяжелый, но очень-очень нужный. На выходе вы получите свободу, братья-армяне, свободу от того, что вас сегодня держат в кандалах и ваковах. И дух ваш, и ум ваш, ну и, собственно, ту маленькую страну, которая сегодня у вас есть. Итак, первые книги, о которых известно, которые были изданы в Европе, это Доврижицы и Хоренский, Мафсес Хоренаци. Значит, они были изданы в 1669 и 1695. Хоренаци был в 1695 году издан. И, вроде бы, вот это первые книги, и Европа начала узнавать о той истории Армении, которую мы знаем сегодня. Однако, все не так просто. Во-первых, этих первых изданий сегодня нет в открытом доступе, ни в каком доступе нет. Мы не можем увидеть те первые издания, амстердамские, ни Хоренаци, ни Доврижицы. И здесь я знакомлю вас со словами очень любимого армянскими историками Сен-Мартена. И я его тоже очень люблю, потому что человек всегда, сколько я вот его прочел, везде правду писал. А вот уже как ее преподносили в 20 веке особенно, вот тоже, это совершенно другая история. Так вот, он написал, я вам прочту, очень интересную фразу. Он написал. В предисловии, значит, да, у него есть исторические и географические заметки об Армении, изданные в 1818 году. И в предисловии первая фраза, послушайте, как она звучит. Сен-Мартен пишет. Это первый труд об Армении, опубликованный в Европе, и мы смеем надеяться, что он даст читателю точные сведения с точки зрения географии и истории. Во как! В 1818 году известнейший арменист пишет такие слова. А как же, как же, как же Моисей Хоренский, Моисей Хоренаци, который издан в 1695 году. Теперь момент. Книга, написанная Сен-Мартеном, «Исторические и географические заметки об Армении», она написана следующим образом. Идет армянский текст и перевод с армянского. Сен-Мартен переводил сам, он знал армянский. Сен-Мартен ссылается на Хоренаци, но он ссылается не на издание 1695 года, которое было на армянском языке и на истории, а он ссылается на английское издание. Это латинский перевод. В Лондоне выпустили латинский перевод Моисей Хоренского. Он почему-то ссылается на него в 1736 году. Ну вот вроде бы, да, ну, во-первых, вот интересный момент, он не ссылается на армянский оригинал, да, почему-то, хотя знает армянский язык. Ну, бог с ним, он ссылается на 1736 года, латинский перевод, но при этом он пишет, что его труд, труд Сен-Мартена, это первый труд об Армении. То есть, получается, что Моисея Хоренского, он считал книгу трудом об Армении. Может ли такое быть? Оказывается, может. Мы возьмем, значит, что написал в 1883 году профессор Потканов, известный армянский востоковед. Значит, это было написано в журнале Министерства народного просвещения. Все ссылки есть в статье, ну, я так здесь, чтобы вы понимали, что все есть. И вот, что он написал, что если убрать из истории Хоренаци все обновления и правки, внесенные мхитаристами в многочисленные переиздания этой книги, то мы получим всего лишь простой осколок Птолемеевской географии. То есть, в 1883 году востоковед армянин считал, что история Хоренаци это всего лишь приукрашенная Птолемеевская география. То есть, это была не история Армении. Изначально, может быть, Сен-Мартен придерживался того же мнения, правда? То есть, такое возможно. Ну, предположим, Сен-Мартен что-то другое имел в виду, вот, когда он написал, это первый труд об Армении, может быть, пространный труд, может быть, объем этого труда он имел в виду. Но мы почитаем дальше. Дальше он пишет еще интереснее. Поскольку все, что касается армянской истории, географии и литературы, остается абсолютно неизвестным до сегодняшнего дня, то каждый отрывок из этого исторического сочинения, из его имеется в виду, потребовал бы целой диссертации. Правда, интересно. То есть, он не ошибся, он не случайно сказал, он убежден, что все до 1818 года, до 1813, они в печать сдали в 1813, она печатана была через пять лет, все оставалось абсолютно неизвестным. История Армении до 1813 года была абсолютно неизвестной. И это говорит ведущий армянист Европы, Сен-Мартен, любимый всеми армянскими историками. Только они почему-то все, кого любят, они их не читают до конца. Я уже обратил внимание по Шардену, с этим мы сталкивались. Так, да, у Сен-Мартена есть, давайте, я не буду все, что есть в статье, но еще два слова по Сен-Мартену вот что. Мы же постоянно спорим, что такое была армия, это государство имелось в виду изначально, или это что было, или географический, физико-географический регион. Сен-Мартен отвечает на этот вопрос, не прямо, но косвенно отвечает. Он говорит о Большой Армении и Малой Армении, но говоря, он использует слово контре. Это французское слово никогда не используется применительно к государству. Это обозначает земля, край, место, местность. Контре. Вот это. И дальше он пишет, что обширная страна контре под именем Большая Армения, власть над которой делят между собой турки, перцы и русские, простирается туда-сюда. И границы у физико-географического региона должны быть естественные границы. Физико-географический регион не может граничить, допустим, с государством. То есть, может, если там у государства тоже есть естественная граница. Так вот, он говорит, обширная эта страна простирается от берегов Ефрата, естественная граница, до устья Куры, естественная граница на Каспийском море, и на 150 лет с севера на юг от Грузии и горы Кавказ, то есть, не от границ Грузии, а от горы Кавказ, до южных границ Диарбекра. Вот единственная, то есть, с Диарбекром. Но мы знаем, что Диарбекр, Диарбекир имеет естественную границу. Там огромная скала, вот, где заканчивается Диарбекр. Огромная скала, это целая плата, как бы приподнята чуть-чуть. Вот, но здесь подробное описание этого всего есть. А когда Сен-Мартен пишет о Малой Армении, он говорит так, вся восточная часть Малой Азии известная под названием Малая Армения. То есть, это тоже явно описание физико-географического региона. Вот такая интересная информация. Я смотрю, что мы уже 15 минут с вами общаемся и думаю продолжать или оставить на следующее видео, чтобы вас не очень утомлять. Ну, хорошо, скажу так. В следующем видео, мы сейчас остановимся, достаточно пока. В следующем видео я расскажу, познакомлю вас с тем, что написано в моей статье Пьер Довити об армянах. познакомлю, что он писал об Азербайджане. И уверен, смогу вас убедить, что азербайджанской государственности как минимум 400 лет, что это точно зафиксировано в документах и не просто в каких-то там единичных, где-то кто-то нацарапал на арабском, на армянском или не знаю на каком. Нет, это документы, изданные тысячами экземпляров, переизданные и так дальше. Азербайджан был государством. В следующем видео я вам это покажу и докажу. Здесь много интересного. Мы вот это, значит, следующее видео уделим вот этому вопросу. А дальше будем по каждому пункту, что писал Пьер Довити об армянах, кем были армяне и кого называли армянами в 17 веке. Все очень точно. Никаких там двусмысленностей, ничего такого. Все точно и понятно. Европейцы, ученые, путешественники, исследователи точно знали, кого они называли армянами. В отличие от нас сегодняшних. Всего вам доброго. до следующего видео. Надеюсь, я завтра буду иметь возможность вечерком его выложить. С Богом!